Всех приветствую на своем канале. На сегодня будет обзор покупки мужа в Декатлоне и Леруа Мерлен. Так что поехали. Первое. Он купил кроссовки за 999 рублей. Вот такие вот. Ну, на теплую осень походить. Строкового размера. Видите, 25,5. Очень хорошие. Темная, к сожалению, не было рассветки. Пришлось брать такую, потому что Декатлон у нас не очень все рядом. Вот такая подошва. Клей, ну, немножко виден. Но ему такие кроссовки, кстати, служат год. И далее будет обзор на них. Он покажет, как на ноге. Такие прекрасные кроссовочки. Ссылочки обязательно будут в описании. Вот. Здесь бирочка. Следующая покупка в Луа Мерлен. Резиновые сапоги. Стоит 280 рублей. 40-й размер. Делает Россия. Там разные цвета были. Очень дешево. Кому нужно, приобретайте. Так. Делает вверх подошву 100% ПВА. Размер 40-й. Фирма Степ. Московская область. Либеретский район. Поселок Росково делает. Поставщик Калифорния. Сделано в РСИ. Отечественные производители. Вот так они выглядят. Внутри без всего. Или на теплый носок. Необычные. Так. Подошва вот такая. Прорезиненная. Мужские резиновые сапоги. Ссылочка будет в описании. Резиновые сапоги. Блюра Мерлен. Муж купил. Они темно-зеленые, да? Какой размер брал? 40. 40-й? Это свободные. А, немножко свободные. Стоят они... Сколько? 280 рублей. Представляете? Для Мерлен такие сапожки. Муж купил себе из докатлона походные штаны. 600 рублей. Один размер S. Видите, они вот такой... Как туристический. Непромокаемый. Но они не теплые. Они холодные. Боком повернись. Да, вот так они сидят. Сесть он может. А вот перелезть может, наверное, на размер... Все-таки надо было размер... Не было других. М-ку. А, и сзади смотри, они расстегиваются еще по бокам. Клево как. Я такого не видела. Вот такие взял кроссовки. Сколько они? 999. И какой размер? 41. 41. Вот так они смотрятся. В том году он брал темные такие. Я вам делала обзор. Они маломерки. Вот, но они маломерки. Берите на размер больше. И... Почти притек. Да, вот 40-й размер. 41. А, 41-й, да. Вот такая подошва. Но они в дождик. Вот здесь промокат. Сороковой. Да. А ты сказал... Значит, сороковой. Значит, сороковой. Видите, это в этом году такая модель, а это прошлогодняя. Отклеилась вот здесь вот эта штука. Но они почти, да, похожи. Ну да, то же самое, только цвет отличается. Только тут коричневый, тут черный. Еще мое приобретение стало блузы. Бархатные я о ней мечтала. Но на Алиэкспресс я не стала заказать, потому что там с размерами непонятка. Мало ли, маломерка. И самый большой размер это был Элька. Я решила купить в Твое. Я присматривала за две недели. И потом, уже когда была проездом на планерную, решила купить. Померила. Я хотела фиолетовую. И там еще была брусничная. Бывает еще черная. В магазине Твое там еще висят Олимпийка. Спортивные штаны и юбка из бархата. Кого интересует, бегите, покупайте. Ну, еще они распродавать, я так думаю, будут. Померила фиолетовую, не подошла. Мне очень хотелось фиолетовую. Брусничная очень ярко. И мне кажется, дает возраста. А синяя, она спокойная ко всему. Здесь 95% полистер и 5% эластан. Стоит она 500 рублей. Я очень довольна. Красивая такая. Даже если бархат уйдет из моды, через несколько лет он все равно вернется. Вы даже знаете, уже второй сезон бархат в моде. И сапоги, и юбки, и блузки. Все на свете. Даже перчатки из бархата. Мне очень понравилось. В твоей иногда, да, можно очень найти бюджетные красивые вещи. Вот так она смотрится. Но ее нежелательно вот эту блузку одевать, когда 20 градусов. Ее хорошо одевать, ну, 15. Никогда так жарко. Никогда сильно так солнце светит. А то у них жарко. Это же полистер. Вот. Она, видите, даже на цвету очень переливается. Здесь она темно-синяя. Вот так на солнце. Красота. Бархат. Это вообще универсальный такой материал. Просто, ну, это понятно, что он не чисто бархат. Не знаю, может подумаем, может еще приобрету спортивный костюм. У меня когда-то тоже был из спортмастер спортивный костюм фиолетовый. Но потом олимпийка стала мала. Но я подожду, когда будет в твоей скидке. Потому что там спортивный костюм. Тысяча рублей брюки. Тысяча рублей олимпийка. Это дешево. Но если на каждый день ходить, то это не дешево. И последняя покупка, которую я хотела вам показать, это Вин Сити. Я купила типа как Оги, но сейчас скажу как полусапожки женские. 39 размер. Вот так они выглядят. Есть такие бежевые и черные с искусственным мехом. Я когда их увидела, я просто в них влюбилась. Я думаю, зачем на Алиэкспресс заказывать. Вин Сити очень классная. Вот такая подошва. Берите на размер больше или на 2. Я померила 37. Он вообще даже не оделся. 38 прямо впритык. Вот здесь. Они маломерки даже продавцы сказали. Но вообще мне так они понравились. Я несколько дней подумала. Ну ладно, потом через неделю возьму их. А в итоге смотрю по наличию в Ин Сити. И их начинают разбирать. Одна пара, остается две. Вот тоже была проездом на планерной. Как увидела их, просто в них влюбилась. И у них еще такие прикольные кроссовки есть. И вот здесь маленький такой вот мех. Искусственный мех. Они вообще шикарно смотрятся. Если собака гуляет, ну по снегу вообще. Я люблю такие. И материал, понимаете, даже если там соль. Ну я думаю, можно попрыскать, убрать. Не будет так промокать, как вот тканевые бывают. Типа луги. Мне они так понравились. И еще один плюс. То, что подошва устойчивая. Она не будет... Ну, у кого кто-то стаптывает, обувь бывает, знаете, кособочет и так далее. Совсем такие легкие, продаются дешевые. Вот. Они более-менее. Мне они очень понравились. Ну там есть туфельки бежевые, красные. А, есть сапожки. Такие дутики за две с чем-то. Ну, я дутики не стала брать. Вот. Они стоили 1300. Это вообще дешево. Я думаю, надо брать. Пока не разобрали. Даже если их одену в январе и в декабре только. Пусть заранее стоят. У меня как бы есть зимняя обувь. Но если куда-то выгулить. В парк, там, с собакой погулять. Вообще, мне кажется, идеально. Да, вот. Ценник. 1300. На бонусную карту зачисляется 65 бонусов. 65 рублей в течение 14 дней. И, кстати, в инсити, если ты берешь вторую одежду, 15% скидка. Но мне ничего не надо было из одежды. Вот я просто покажу. Вот так. Немножко. Какие-то модели. Там очень хорошие джинсы. Мне понравились. Очень приятное пальто. Платье. Очень классное. И мне понравились кофточки. Теплые такие. Кофточек очень много. И блузок нарядных в офис вообще. Инсити я люблю. Просто не всегда покупаю. И, кстати, у них появились бюстгальтеры 85 по 95D. Раньше не было. Максимум 85B. Прогресс. И далее покажу, как они на ноги смотрятся. Чтобы вы оценили вообще. Но это надо мерить. У меня 37-й. Я взяла 39-й. Очень довольна. Вот так они смотрятся на ноге. Вообще просто шикарные. Легкие. Мягкие. Но понятно, что может быть вот здесь потом мятины как бы останутся. Как у вас нога расположена. Как вы ходите. Пряжка красивая вообще. Нелегенькие такие удобные вообще. Короче, рекомендую. Кто любит. Типа валеночек, собак и там это. Присмотритесь. Вот. Еще, да, конечно, мы были в каре. Посмотрели. Но там задник неустойчивый. Он сомнется. 1800. 1800, да, угги стоят. Просто посмотрели ради интереса. Сравнили. Были такие еще бежевые. Вот. А состав. Ой. Сейчас вам скажу. Что состав. Так. Делает Китай. Состав 80% полиуренат. 20% полиэстер. Подкладка 100% полиэстер. И 100% полиуинихлорид. Вот. Вручную все это. Ну, короче, я довольна вообще. Я как увидела, я просто влюбилась. Все, я говорю, это моя модель. И, кстати, еще смотрите. Я меняла, попросила, чтобы со складом не принесли. Потому что вот здесь немножко такая вмятина была. Как будто или кто-то мерил. Так, или брак какой-то. Чтобы вот здесь вот прям сплющено было. Я поменяла на кассе. Ссылочки вам остались в описании. Вот. Спасибо вам за просмотр. Жду от вас комментариев, лайков. Всем пока-пока. Пока.